Впервые в республике в Самаркандской области введена в строй обогатительная фабрика, на базе которой запущена технология переработки техногенных отходов, содержащих вольфрам. Новый объект расположился в месторождении Ингичка. Рудник содержит 19 миллионов 771 тысячу тонн отходов вольфрама. Основная задача переработка отходов добычи вольфрама с целью получения продукции с высокой добавленной стоимостью, которая ориентирована на внешние рынки. Таким продуктом стал вольфрамовый концентрат, который удается извлечь из отходов. Вольфрам — редкий металл, он встречается в природе, как правило, в виде соединений с другими элементами. Самый тугоплавкий из металлов он применяется для создания сплавов с высокой прочностью. Эти свойства делают его незаменимым для таких отраслей промышленности, как авиация, космонавтика, электротехника. В настоящее время цена одного килограмма вольфрама на мировом рынке составляет 40 долларов. Место рождения Ингичка недавно было передано на баланс АГМК. Первая партия вольфрамового концентрата была получена в августе текущего года. Тогда же продукту был выдан международный сертификат. На базе Алмалыкского завода планируется в 2023 году произвести до 100 тонн вольфрама на свыше 5 миллиардов сумм, а в 2024-м — 285 тонн на сумму более 13 миллиардов сумм. В реализации проекта всего освоено 400 миллионов долларов. Мы планируем ежегодно экспортировать продукции на сумму в размере 2 миллионов долларов. Но это не предел. В будущем хотим увеличить объемы экспорта до 5 миллионов долларов. В Узбекистане такая технология переработки отходов введена впервые. В рамках программы локализации мы будем производить импортозамещающие товары. Это, например, твердые сплавы или другие вольфрамосодержащие продукты. На церемонии открытия фабрики подчеркивалась экономическая значимость этого проекта и его роль в повышении благосостояния населения. Его запуск позволил обеспечить трудоустройство более 80 человек в планах расширения производства и создания еще 200 новых рабочих мест.